Приветствую друзья. ЦАП от компании 7 Герц это не просто хорошее мобильное решение, но еще и полноценный блютуз ресивер с кучей встроенных фильтров, батареи на 10 часов работы, полным контролем над управлением, усилителем на чипах от ESS и конечно поддержкой всех самых актуальных на сегодня кодеков, включая aptX, aptX HD и LDAC. Дизайн у Artemis 39 тоже просто выше всяких похвал. Отдельный порт для зарядки, встроенный микрофон и поддержка DSD256. А как он звучит это вообще отдельная тема. О нем сегодня и говорим. Поехали. Коробка тут максимально простая, с перечнем технических характеристик на обратной стороне. Откуда мы узнаем, что в качестве сердца устройством выступает чип самого последнего поколения ESS ES9039Q2M. С ES9603Q на усилительной части, неплохим блютуз модулем QCC5125N и SA9137L на USB. По мощности здесь внушительные 320 и 405 мВт на 32 Ом нагрузки в зависимости от разъема. В комплекте шла инструкция и довольно длинный прозрачный Type-C кабель класса лапша. Пользоваться им лично я не рекомендую, подберите лучше что-то просто медное. PCM поддерживается до 32 бит 384 кГц, а DSD до DSD256. При долгой нагрузке аппарат слегка нагревается, а в паузах я слышу абсолютную тишину. Но это только в случаях, когда он не стоит на зарядке. Во время зарядки шумы есть и они ощутимы. Каркас у Artemis металлический, со стеклом на передней и задней части, светящимся логотипом и множеством различных элементов управления. По торцам идет два аналоговых выхода, два индикаторных светодиода и два же порта Type-C. Один для зарядки, а через второй можно подключать ЦАП к смартфону, планшету, ноутбуку или какой-нибудь телевизионной приставке. На левую часть нам вынесли уже третий светодиод для индикации активного фильтра и кнопку сброса на заводские настройки. На правую же качели регулировки собственной громкости, кнопки навигации по фонотеке и паузу. Через них же можно делать общий мут устройство, переключать его на линейный режим работы и менять встроенные в конвертер фильтры. Только гена я почему-то тут не нашел. Большинство кнопок работает исключительно при Bluetooth соединений, зато в проводном режиме все на автоматике. Настроил громкость и в путь. Естественно при таком весе расчет идет скорее на стационарное использование, но это полноценный мобильный ЦАП, то есть работать может и со смартфоном, планшетом и чем угодно еще. По потреблению тут просто феноменально низкие тридцать восемь тысячных ампера. Но радоваться рано. Дело в том, что устройство активно использует встроенную батарею на 1200 мАч. А значит придет время, когда вы услышите, что заряда не хватает и это уже минус. Драйвер КСА9137 найти вообще не проблема, но это будет что-то сильно устаревшее от Браво. Если ASIO интерфейс вам не нужен, лучше, друзья, ничего не устанавливать. Все измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. В результате обнаружил, что выходы тут параллельные с добавлением второй земли на 4,4 мм. Взаимопроникновение каналов тому подтверждение. Общий же уровень составляет 3 в РМС. То есть не 4 и не 2. Более того, при увеличении громкости за 80% искажения выходят в слышимую область и по-настоящему зашкаливают. То есть, несмотря на приличный уровень мощности для чего-то тугого из наушников, этот ЦАП совершенно не годится. Прибрав громкость, гармонические искажения опускаются до вполне приемлемых минус 96 дБ, а интермодуляционные до минус 100 дБ. В таком режиме девайсом уже можно пользоваться. При этом АЧХ в любом случае здесь идеальная. Шумы на минус 150 дБ и высокий динамический диапазон. Звучит Artemis 39 с солидным таким уклоном в масштаб, певучесть и мелодическую составляющую. Это очень музыкальное, чуть грубое по своим текстурам решение, способное удовлетворить практически любого ценителя джазом, сложной симфонической музыки, электроники и, естественно, всего вокального. Характер у него действительно живой, насыщенный, но без особого напора, как это было в Celeste CD20 и подчеркнутой собранности, как в Lit Shue DT-03. Artemis на слух мягче, более аналоговый, с просто грандиозной сценой и высочайшим уровнем прорисовки всяких оттенков звукоизвлечения. Он, конечно, не совсем про техничность, супер разрешение или мониторность, однако динамика здесь приличная, шикарная артикуляция и есть та самая красота при передаче текстур. Про уровень погружения в материал и чуть ли не зашкаливающую эмоциональность даже говорить не буду. Это на поверхности. Тембры у нас сочные, натуральные, баланс частот хорошо выдержан, все естественно и гармонично. Да, с той самой магнетичностью и подчеркнутой мелодической частью. Если для вас важен масштаб, эмоции, характеристики сцены и чтобы музыка прямо брала за душу, это именно тот случай. Разбирая по частотам, бас тут мощный, текстурный, серединка выразительная, по аналоговому теплая и очень певучая, как оверхант, которые на передний план не лезут, обогащая середину гармониками и насыщая грув различными перкуссионными инструментами. В сравнении с тем же Celes CD20 последний более поджарый и скоростной, а летшую DT03 не такой масштабный и чуть менее эффектный в плане музыкальности. Все же остальное ни в какое сравнение с героем обзора не идет, так как не обладает нужной притягательностью, объемом и выведенной в степень экзальтации эмоциональной частью. По уровню здесь 3 в РМС, что чуть ниже стандарта для 4.4 мм и чуть выше для 3.5 мм. Мощности чуть ли не 0.5 Ом, но выкручивать при этом громкость выше 80% я бы не советовал. Звучание достаточно живое, с неплохой четкостью, голографичностью и восприятием всей аудиальной картины. Artemis хорошо раскрывает характер произведения, дотошно вырисовывает всякие акустические тонкости, насыщает звук чуть ли не пленочной мягкостью и обладает любимой многими ломанами и изысканностью. Поет аппарат так, что я бы никогда не угадал в нем такую маленькую коробочку. Больше похоже на неплохого уровня стационарный комбайн. Если вы, как и я, обожаете сочный, эффектный и очень эмоциональный звук и обоими руками за масштаб, то и для вас он станет ну просто океаном удовольствия. Чуть техничнее, как я уже сказал, будет Celes CD20 и чуть менее грандиозным по подаче LED SHUE DT03. Итогом мобильный ЦАП 7 Гц Artemis 39 очень круто выглядит, умеет работать как по проводу, так и через блютуз соединение со всеми актуальными на сегодня кодеками, имеет внушительную выходную мощность, возможность пощелкать фильтрами, собственную батарею, сверхнизкое энергопотребление и максимально живое, масштабное и очень эмоциональное звучание. Это один из моих самых любимых ЦАПов. Да, он тяжеленький, не особо компактный и есть нюансы с уровнем громкости, но поет он просто волшебно. Прямо мед для моих ушей. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП 7 Гц Artemis 39. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них прямо нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok